Деятельность в сфере образования не услуга, но социальное служение. Если вы понимаете, если вы помните, это вполне соответствует заявлениям действующего ныне министра образования и науки Российской Федерации. Я бы хотел еще заметить пункт 4. Затраты на образование не бремя государства. Добавлю, как доказывали нам наши коллеги системные либералы многократно. Но долгосрочные инвестиции чрезвычайно выгодны для общества. То есть специальные работы нобелевских лауреатов нет времени для подробного рассказа. И, пожалуй, на пункт 8. Ориентация преимущественно на эгалитарное образование, обеспечение максимально равных образовательных возможностей, высококачественное образование для всех. Мы противники фактически разных систем образования, которые выстраиваются для богатых и управляющих с одной стороны и для всех остальных с другой. Мы предлагаем поднять долю расходов консолидированного бюджета на образование не менее чем до 7% от объема волового внутреннего продукта в Российской Федерации. Цифра взята не с потолка. Есть специальные исследования, показывающие, что никто при меньших затратах модернизации не произвел. Напомню, официальные данные правительства. Все последние годы доля расходов на образование от ВВП сокращалась. Соответственно, 4.14, по-моему, последние данные. Очень бы хотелось верить, что мы будем единственными, кому удастся модернизация при таких расходах на образование, но никакая мировая практика, и наша собственная, этого не подтверждает. В 50-е годы около 10% расходов на образование от ВВП. В 70-м году, по данным Мирового банка, как раз 7% от волового внутреннего продукта. Кстати, и тогда модернизация не получилась, но это уже от образования не зависело. Мы предлагаем восстановить в России специально в общедоступных диапазонах образовательный канал и региональном уровнях, потому что все мы прекрасно понимаем, что если треть населения страны думает, что Солнце – это спутник Земли, то проблема не только в школах, тем более в вузах. Проблема в информационно-образовательной среде, которая должна быть совершенно другой, просветительской, а не эксплуатирующей человеческие инстинкты. Кстати, пользуясь случаем, извините, еще одну минуту отвлекусь, нам постоянно говорят наши коллеги-информационнищики, что смотреть никто не будет. Неправда. На деятели канала «Культура» нам говорят, что, к сожалению, рейтинг канала «Культура» довольно низкий, но самый высокий рейтинг программ на канале «Культура» – это программа «Академия». Между прочим, народ еще не потерял полностью желание смотреть просветительские программы. Социальная защита и оплата труда педагогов, уважаемые коллеги, назову только одну позицию. Мы исходим из похожей идеи в действующем законе, только мы считаем, что заработная плата педагогов должна быть не ниже средней по региону и по стране в целом, при условии, что это заработная плата за одну ставку, соответственно, 18 часов в школе или 720 в средних и высших учебных заведениях. Напомню, что по данным Общероссийского народного фронта, примерно годичной давности, сейчас, думаю, выше, средняя нагрузка учителя – 28 часов в неделю. Если сохранилось то же соотношение, которое считалось социологами в советский период, и, соответственно, общая нагрузка учителя примерно в 2,5 раза больше, чем количество уроков, должно быть под 70. Понимаем, что на качестве образования это не может не сказаться. Я сразу хотел бы сказать о том, что, собственно, то, что предложено, нам предложено взять наш закон об образовании, выкинуть его в корзину и заменить его тем законом, который предлагается принять у Олега Николаевича. Ну, я просто напомню, что у нас в удержавательной системе 30 миллионов обучающихся, 5 миллионов трудящихся, это и педагогический состав, и вспомогательный состав, ну и, естественно, все родители, у которых дети в этой системе работают. Значит, вся эта система огромная, одномоментно, в случае принятия этого закона, оказывается просто в некоем правовом вакууме, потому что законом далеко не всё предусматривается, что есть в этой системе образования. Она у нас оказывается просто в разрушенном состоянии. То есть это средство одномоментного разрушения всей системы образования Российской Федерации. Продолжение следует...